Говорят, что если страшно тебе идти по переулку и ты начинаешь бежать, то тебе становится тяжело остановиться. Если ты поймаешь паническую атаку, то ты не сможешь просто так успокоиться. Первую паническую атаку наш коллега по Бийскому ТВ Илья ощутил на себе еще 4 года назад. Симптомы рассказывает парень, как гром среди ясного неба. Сильное сердцебиение, удушье, головокружение, а еще тревога и страх. Добавляет, случился приступ не просто так. Это результат острого эмоционального потрясения. Не стало у меня родителей. Не стало родителей резко за один год, получается, и матери, и отца. И я как-то постоянно думал об этом, о смерти, о жизни. Думал об этом часто. И сам боялся как-то умереть. И начал чувствовать у себя то, что у меня бьется сердце очень сильно. И начал себя, получается, сканировать и загнал себя в паническую атаку. Я думал, что я умираю. Паническая атака сама по себе – это феномен. Это приступообразная возникающая тревога, сопровождающаяся вегетативными нарушениями, нарушениями со стороны внутренних органов. Сердцебиение, давление, нехватка воздуха. И сейчас, рассказывает врач пациентов, с тревожными расстройствами и паническими атаками обращается все больше. В основном это молодое поколение от 18 до 35 лет. Я когда начинал работать психиатром-психотерапевтом в 1994 году, это была казуистика. То есть тогда это называлось тревожный невроз. Ну, не знаю, может быть, там 5% от всех пациентов, которые были, это были пациенты с тревожными расстройствами. Сейчас реально это процентов 80, наверное, от всего приема. Люди с тревожными расстройствами в разных формах, в том числе и паническими атаками. Причин панических атак может быть множество, добавляет врач. Особенно влияют психологические триггеры. Это стрессы, депрессия, фобии, повышенная тревожность. Не стоит забывать и о физических факторах. Это хронические заболевания сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной систем, гормональные нарушения и даже перенесенные инфекции, например, ковид. Но, как отметил врач, пожалуй, сильнейший толчок – это перегруз нервной системы негативным информационным шумом. Раньше откуда люди узнавали информацию? Телевидение, радио. А там все в порядке, там все замечательно, все хорошо. Сейчас интернет, так сказать, дает возможность в любое место, извиняюсь, залезть и накопать все, что хочешь. Чтобы не разгонять в себе дополнительные страхи в наше и без того тревожное и нестабильное время, нужно соблюдать информационную гигиену. Если приступ все же настиг, то эксперт советует успокоиться, осознать, что угрозы жизни на самом деле нет, хотя казаться может по-другому. Дышать нужно медленно и не глубоко. Можно умыться прохладной водой. Приступ продлится не более 20 минут. При регулярных панических атаках лучше обратиться к специалисту. Я сейчас стараюсь просто ложиться пораньше, ложиться вовремя, часов в 10 вечера, максимум в 11. И стараюсь сильно не переутомляться. То есть стараюсь думать о том, что все, что не делается, делается к лучшему. Стараюсь думать так. А еще здоровый образ жизни, правильное питание, витамины и умеренные физические нагрузки. Также врачи рекомендуют добавить медитацию и дыхательные упражнения. Но главное, больше позитивных новостей и меньше паники. Мария Мацав, Алексей Фризин. День с толком.